Жители улицы 9 мая утопают в грязи и болоте. Болота вот сейчас дождь пройдет, они от забора до забора залитые, не пройдет, ничего, не пройдет. Вот здесь у нас колодец проходит с питьевой водой в четырех направлениях. Вот водоканал, они приедут, раскопают, воду выкопают, выльют воду, закроют, и она вся опять так дождь пройдет все время. Осенью очень поздно, скандал большой поднялся, завезли сюда вот эту щебенку старую, наложили, они даже не разровняли. Вот, пожалуй, смотрите, одни гнезда, здесь только птиц разводить надо. Одни гнезда, вот этой стороной дети в школу все идут, вот там у нас школа. Вот, дерьмо, дерьмо, дерьмо. Вот, дерьмо. Знаете, вот до сих пор, вот здесь трактором расчищает, вот до сих пор от забор. Вот здесь было вот сплошное болото, и из детского сада, из детского сада бабушка, я зашла с внуком, и не смогла удержать, он вот сюда как раз вот в это болото вот провалился. Поэтому там потом вышли вон люди, вот прокопали рык, чтобы вода ушла вся. Вот здесь все от забора до забора было залито. Вот получается какая-то ответа. То есть вот от сюда, если посмотреть, со сверху вода вся после дождя отливается вниз, потому как есть колодец, все здесь обвалилось. Вот оно и. Все 9 мая это лежачий полицейский сплошной. Была одна огромная лужа, сделали много маленьких, и ямы сплошные одни. Улица 9 мая на верхней террасе это ульяновские трущобы. Но не жили руководство, вот мне простой жительница, мне стыдно. Улица 9 мая называют ульяновскими трущобами. Как можно? Вот этот кусок, кусок вот этот, 405 метров, вот мы вот это все замерили. И из них 203 метра в аварийном, вот они сплошные ямы. Считайте в еженедельнике «Комсомольская правда». Константин Меладзе ушел к Вере Брежневой. Загадка пропавшего Боинга. На борту могло быть биологическое оружие. Пять проверенных способов сэкономить на коммуналке. «Комсомольская правда». Узнайте больше.